Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, анализируем новостной фонд, сложившийся за прошлые торговые сутки. Смотрим, каким последствиям для финансовых инструментов этот новостной фонд прибел, какие движения у нас были, какие активы отличились самым динамичным ходом. Также разбираем те отчеты и фундаменты, которые относятся к категории грядущего, собственно, на текущую торговую сессию, и снова пересматриваем наши долгосрочные позиции. Друзья, сразу хочется отметить, что вчерашний день оказался просто чудовищным по волатильности для американского фондового рынка. И для продавцов, к коим я уже давно отношусь, это был самый настоящий подарок. Я надеялся, что нечто подобное у нас должно было произойти еще ближе, все-таки к концу 2017 года. Надеялся на такой волатильный, рыночный, рождественский подарок. Но пришлось ждать больше, и январь у нас миновал, и февраль. Но больше рынку пухнуть американской фонды, этому финансовому пузырю, который мы с вами охарактеризовали и назвали именно так уже довольно-таки давно, более не дали. Соответственно, рынок разгрузили и, как и следовало ожидать, на, скажем, площадках, где очень много весьма боязвливых денег, любые распродажи, которые последовали, стали причиной массовой паники, вывода капитала, оттока средств. Это подстегивало, усиливало и разгоняло вот эту коррекционную динамику, которая случилась. Если рекордные показатели и по NASDAQ, и по DOE, и по S&P, каким бы индексом вы ни торговали, вы не могли не заметить вот эти существенные массовые распродажи, которые случились. А причин тоже несколько. Я думаю, что истинную мы никогда, друзья, с вами не узнаем, можем лишь догадываться, предполагать. Ну, а с другой стороны, мы ожидали с вами эту коррекцию, даже не отталкиваясь от фундамента, а просто говоря о тот факт, что рынок колоссально перепуплен. Может быть, нам и не требуется эта истинная фундаментальная причина, потому что более-менее, в соответствии с ожиданиями, рынок себя повел так, как должен был повести. Я хочу лишь поздравить тех, кто смог использовать это коррекционное ралли. В связи с этим, скажем, рад за вас, друзья, потому что я понимаю, учитывая то, что фондовый рынок и коррекция, ну, почти там 15%, кто знает, еще не вечер, может быть, американский фондовый рынок продолжит сыпаться. И сегодня, до конца недели, а может быть, мы наблюдаем за рождением нового уже обратного разворотного тренда и нисходящей динамики. Собственно, мой ориентир по S&P находится на отметке 2,5 тысячи, потому что я проводил параллель еще с 2010 годом, когда были похожие показатели перекупленности, перевеса прогнозов в сторону роста против прогнозов о снижении, было похожее заблуждение, и тогда американский фондовый рынок скорректировался на 15%. Ну, история, она повторяется, мы можем не дотянуть до этого результата, а можем порезать. Я ориентируюсь на малое, хотя 15% капитализации американского фондового рынка это неправильное слово, ориентироваться на малое, это серьезная потеря. Но мне будет достаточно по S&P 2,5 тысячи пунктов, потому что профит уже будет хорошим. Друзья, у вас наверняка есть свои ориентиры, но в целом я хочу сказать, что настроения, безусловно, будут меняться даже в рамках торговой сессии. На премаркете вы можете заметить, что рынок начинают активно откупать, но это еще ничего не значит. Опять же, те торги, которые официально торгуют в рамках, скажем, нормальной торговой сессии американской, могут снова быть приправлены еще большими распродажами. Я, собственно, жду, чтобы рынок дотянул на планки без половины тысячи пунктов. В целом, вчерашний день был крайне волатильным для рынка Форекс. Сегодня движение тоже серьезное. Какие-то инструменты у нас идут в соответствии с идеями, какие-то двигаются в другом направлении. Но в целом держался баланс, но благодаря индексу S&P американскому фондовому рынку здесь, конечно же, были созданы большие хорошие возможности для профита. И, надеюсь, вы его смогли получить. Ну, а теперь давайте пробежимся по нашим основным идеям. Начнем с нефтянки. Вчерашняя торговая сессия была интересна по движению, но не по новостному фону. Если сейчас говорить о тех причинах, которые толкают нефть вниз, я думаю, что вы сами, скажем, скажете, не хуже, чем я, что закладывается в основу этой коррекционной динамики. 67.29 – это закрытие торговой сессии. 66.92 – сегодня мы набидаем котировки. Давление сохраняется. Снова открытие с ГЭПом. Медведи все больше и больше доминируют на этой секции. Мы видим, что медведи явно перехватили инициативу у покупателей. Медведи не хотят отпускать, собственно, этот инструмент. И вдохновляются, опять же, вот этой крепнувшей позицией того, что все большее количество трейдеров начинают действительно пересматривать свои ожидания по нефтянке, сделая оставку на рост нефтедобычи в США. На рост сланцевого производства, на те показатели, которые будут достигнуты и на то, как, собственно, этот рост повлияет на общее состояние баланса спроса и предложения и на ту сделку, энергетический пакт, то соглашение, которое действует в рамках стран ОПЕК и еще ряда государств по снижению нефтедобычи. Друзья, мы видим то, что действительно нефтянка сейчас снижается уже третью сессию подряд. Я думаю, что коррекционная динамика будет продолжена и дальше. Возможно, распродажи были связаны с паническими настроениями, которые сложились на американском рынке ценных бумаг, потому что видя, как трейдеры бегут из расположения рисковых инструментов, конечно же, логично сейчас сделать ставку на спросовый инструмент. Вот, кстати, мы делали большую ставку на доллар и японскую иену, и вот, к сожалению, сейчас доллар и японская иена снижаются, но это абсолютно нормальная реакция на то, что происходит сейчас по факту распродаж на американском фондовом рынке, потому что трейдеры обязаны из, скажем, инстинкта самосохранения пытаться найти те инструменты, где можно пересидеть вот эти вот непростые времена, и японская валюта, она традиционно относится к категории защитных инструментов, но ни в коем случае не нужно связывать сейчас снижение пары доллар-японская иена с якобы чем-то плохим, что случилось, опять же, для доллара, и то, что может заставить нас пересмотреть наше ожидание и по росту пациентных ставок, и, собственно, по тем ориентирам, которых мы придерживались раньше, по этому дуэту валютных активов. В целом, если вернуться к нефти, да, панические настроения на американском фондовом рынке снисли интерес к кредитскому инструменту, нефть относится к нефти. Индекс доллара растет, да, восстанавливается, сейчас отступил, конечно же, от максимума за последние 4 года, которые были зафиксированы на отметке в 2,8%, но все равно доходность больше располагает к росту курса американской валюты, укрепление курса доллара, это тоже причина для снижения котировок нефти. И третий фактор – это все-таки риск и ту ставку, которую трейдеры делают на американских сланцевых производителей, потому что считают, что именно дальнейшее, скажем, ускорение производства может сохранить вот это нисходящее ралли. Вы помните, у нас и отчет прошлой недели по запасам, по дистиллятам, по бензину, вы помните, по статистике, мы говорили про объем добычи, когда производство нефти выросло больше, чем на 40 тысяч. И сейчас, может быть, еще одним фактором такой уверенности продавцов является статистика достигнутой показателем. Я думаю, что мы можем действительно говорить в 10 миллионов баррель, даже свыше 10 миллионов по производству. Кстати, эти данные нам бы в деле подтвердить официальными цифрами, и эти цифры выйдут уже завтра, поскольку завтра нашему вниманию будет представлен доклад администрации аналитической информации. Я не сомневаюсь, друзья, что мы сможем коснуться этой планки, и, возможно, трейдеры уже сейчас закладываются под это событие и начинают распространять, развивать это медвежье ралли. 65 долларов за баррель, все ближе и ближе, это наш ближайший ценовой ориентир, до него мы с вами доберемся. Рубль 57.47, но вы видите, стоило только нефтянке дать обратный ход, и рубль при всех прочих факторах, которые раньше способствовали укреплению его позиций, все-таки с ослабеющей нефтью противопоставить ему больше нечего. И все прочие факторы, они меркнут по сравнению с интенсивным движением на рынке черного золота. Если у нас с вами ожидаем добраться до отметки 65, я думаю, что и рубль против доллара будет котироваться выше 58. 57.50 сейчас котировки, стартуют торги совсем скоро, через 20 минут, соответственно, будем ждать эту пару повыше. Доллар японская иена, здесь мы можем по праву и дальше продолжать петь дифферамбы долларов. Это так, потому что у нас очень мощное наследие прошлой недели. Мы с вами делали колоссальную ставку на то, что доллар должен отыгрывать изменения на рынке долга США, то есть показатели доходности американских облигаций. Достигли показателя в 2,8%, доллар показал логичную реакцию. Сейчас картина не меняется и мы можем лишь и дальше ставить на то, что восстановление доходности, собственно, рынка американских государственных облигаций будет стимулировать еще больше покупки, собственно, американской валюты. Статистика по non-parm levels, количество новых рабочих мест, уровень безработицы, темпом, динамики роста заработной платы выше всяких походов. Там многолетние максимумы, про это тоже не забывайте. И мы с вами сделали единственный верный, абсолютно оправданный и нормальный вывод о том, что на фоне роста доходов домохозяйства мы праве логично рассчитывать и на соответствующий логичный отклик в активности потребителей, что будет раскручивать механизм, скажем, инфляции, способствовать его еще большему росту и в конечном счете смотивирует, либо вынудит, ну не знаю, какое хотите, такое слово сейчас можно использовать. ФРС дальше было улучшать процентные ставки. На март мы с вами, как и раньше, продолжаем рассчитывать. Это важная дата. Это важная дата для американской федеральной резервной системы и важная дата для нас, населения ФРС, поскольку мы продолжаем покупать американскую валюту. Вот вчера снова еще не насчет АСМ в сфере услуг, крайне важный релиз. Ну и что требовалось доказать, мы получили рост и в данном секторе с 56 до 59 и 9, тоже многомесячный максимум. В общем, друзья, сейчас работаем с риском, который проявился в динамике валютной пары доллара и японская иена, из-за того, что резко возрос спрос на японскую валюту. Соответственно, рынку нужно, конечно же, успокоиться. Я допускаю, что нам придется взять небольшую паузу, возможно, даже на несколько дней, прежде чем мы вернемся к росту американца, но ни в коем случае не торопитесь списывать эту пару и, прежде всего, доллар со счетов. Как и раньше, до конца этой недели у нас цель по доллару против иены прорваться выше отметки 110. Евро против доллара снижается. В частности, мы делали очень большой акцент на ту риторику, которая звучит со стороны Европейского Центрального Банка. Несколько представителей ЕЦБ, экономисты Европейского Центрального Банка, после того, как в прошлый раз выступил Драги, снова повторили его слова, мы их разбирали. Рынок при этом полностью проигнорировал и, видимо, видя то, что происходит, собственно, сам Драги решил отыщиться снова. И во время своего вчерашнего выступления сделал снова акцент на то, что миссия главной Европейского Центрального Банка разогнать инфляцию не достигнута. И лично он, да и ЕЦБ, крайне обеспокоен резким ростом волатильности в рамках обмена курса национальной валюты, что в конечном счете может привести не совсем к прогнозируемым последствиям для национальной экономики. Но, друзья, это, на мой взгляд, еще один акцент в сторону такого мощного вербального барьера, который должен находиться впереди курса евро. И если европейская валюта будет стараться искать причины, которых не так уж и много, если вообще есть, для дальнейшего роста, эти попытки будут, на мой взгляд, обречены на права. Поэтому в отношении евро мы сохраняем прежнюю позицию в сел. Я также хочу, чтобы вы обратили внимание еще на один дуэт валютных активов, это евро против франка. У нас с вами долгосрочный ориентир 1.20, сейчас 1.15, еще можете присоединиться к этому ралли, покупайте смело. Это потрясающая просто сделка. Я уверен, что особенно на фоне той динамики, которая происходит сейчас, на фоне тех ожиданий, которые закладываются по монетарной политике ЕЦБ, и того курса, которого придерживается Национальный банк Швейцарии, это беспродажная сделка. Австралийцы против доллара. Сегодня ставку так и оставили на прежнем уровне 1,5%. Австралийцы просел, просел довольно неплохо. Я уверен, дальше будет снижаться еще интенсивнее котировки 0,78,56. Будем ловить бару на отметке 0,75, 0,76. Почему? Потому что, как и ожидалось, Резервный банк Австралии начал свою пресс-конференцию с комментарием о том, что более высокий обменный курс евро, скажем, является тормозом и затрудняет процессы достижения целевых показателей по экономическому росту инфляции. Это основная фраза, которая является такой, скажем, шаблонной фразой-клише, на основании которой вообще можно делать вывод о том, что будет дальше происходить с монетарной политикой. Поэтому по австралийцу мы знаем, что Резервный банк Австралии даже не думает о повышении процентных ставок, а поэтому австралийца позиционно, долгосрочно должен дешеветь. Текущие котировки, даже несмотря на то, что мы уже ниже 0,80, все равно крайне высоки для этого инструмента. Ждем австралийца пониже. Фунт против доллара. Британская валюта немного меня разочаровала, но в то же время рассчитывать, возможно, раньше полагать и рассчитывать на то, что это ралли стремительное будет безоткатным, тоже было несколько проничьего с моей стороны. Возможно, я поторопился. Фунт разгрузил состояние, собственно, ручное, в общем, перекупленности. Котировки сейчас недалеко от отметки 1,40. Я думаю, что у быки будут копить силы для дальнейшего восстановительного движения. Причины, по которым британская валюта вчера просела, это реакция на отчет по активности в сфере услуга минимума за последние 16 месяцев. Возможно, трейдеры решили сначала логично отыграть эту статистическую слабость, нежели чем развивать эту тему, убедить в слабом отчете предпосылки для будущего ужесточения политики. Этот четверг, друзья, предстоящий четверг, суперчетверг, как мы его характеризовали, будет, безусловно, очень влажным, на самом деле, даже переломным для британской валюты. Если все пойдет в соответствии с нашим с вами сценарием, мы сможем наблюдать лишь за тем, как фонд очень быстро наверстает все утраченные позиции и снова окажется выше отметки 1,42. Но если дойдет дело до негативного сценария, то, конечно же, такие темы могут быть и продажи, но о них сейчас говорить не хочется, поскольку я абсолютно уверен, что Карни обязан говорить про перспективы жесткой политики, тем самым поддержать курсы национальной валюты. Про S&P. Не будем повторяться. Собственно, начал я брифинг с американского фондового рынка. Давайте еще пару слов про криптоинструменты, где негативный фон и поводы для распродаж валятся как из рога изобилия. Очень понравилась мне эта фраза. Действительно, это так. Те, скажем, трейдеры, криптоинвесторы, владельцы того же самого биткоина, меньше чем займись, решились больше 130-140 миллиардов долларов. То ли еще будет, нисходящая динамика продолжается. Рынок лихорадит. Мы перечитали вчера причины, по которым американский, точнее, рынок криптоинструментов валится. Вот сегодня в центре внимания еще и очередная хакерская атака только уже на бирже не Японии, как это было с CoinCheck на бирже Южной Кореи. Соответственно, пока, насколько велик ущерб уточняется, конечно же, если он будет сопоставим с теми потерями, которые понесли клиенты биржи CoinCheck, то это будет что-то страшное, опять же, по реакции реалинка криптоинструментов. И мы будем наблюдать такие же потери, собственно, как и видели несколько дней назад. В США очень активно сейчас обсуждают тему начатого расследования в адрес компании Cheddar, которая, вы знаете, упускает свою предвалюту, якобы аналог доллара. Но, собственно, если вы работаете с какими-то биржами, вы знаете, что там есть возможность обменивать, точнее, приобретать тот криптоинструмент, который вас интересует за биткоины, за эфиры, либо использовать вот эту валюту Cheddar, которая считается полным аналогом доллара, как заявляла сама компания. Каждый криптоактив, собственно, обеспечен одним долларом. Ну, почему начали расследование? Потому что регулятор США сомневается в том, что у компании есть такие средства, и на счетах они имеют 2,1 миллиарда долларов. Я, на самом деле, тоже сомневаюсь. Особенно очень мутная ситуация, кажется, после того, как компания растворила договор с аудиторами, которые, в принципе, уже готовили заключение о несоответствии, опять же, реальных обязательствах тем ресурсам, которые имеются в распоряжении компании. Будем следить за развитием и данных событий. Но главный вывод, друзья, который сейчас нужно сделать, азиатско-тихоокеанский регион, который раньше был плацдармом для колоссального спроса, и он проявлялся в отношении крипторынка, криптоинструментов, очень сильно изменил настроение в отношении, собственно, этой секции. И мы видим то, что это произошла смена настроений самого настоящего милости на такой тотальный гнев, который в конечном счете и приводит к той динамике, которую мы наблюдаем. Друзья, если вы не торговали криптой, пока на этот рынок суваться не стоит. Если думаете, что сейчас прекрасная возможность купить дешевеющие стремительно криптоинструменты, есть очень хорошая аналогия, которая очень подходит для текущей динамики. Это, ну, сродни попытке, скажем, поймать падающий кинжал. Очень серьезные риски, велика, скажем, опасность того, что вы, скажем, сойдете в этот рынок не на дне, а только, скажем, на одном из этапов развития нисходящего ралли, также быстро окажетесь в просадках и понесете также существенные потери, потому что неясно, где дно сейчас у того ралли, которое идет. Но очевидно, что тренд нисходящий продолжается, и если уж совсем хочется поспекулировать какими-то инструментами, то даже несмотря на текущие ценовые значения, закройте вообще на них глаза. Просто знайте, что рынку даже с текущих уровней ничего не стоит потерять еще 50% своей капитализации. Это вполне реально. И с этим пониманием, с этой позиции, вы должны принимать торговые решения, которые касаются криптоиндустрии и трейдинга. Так, из важных событий сегодня ждем отчет от Американского института нефти, то есть АКИ по запасам. Он, правда, выйдет уже, скажем, ночью с обторника на среду. Завтра подведем итоги. В 0.45 также будут опубликованы данные по рынку труда Новой Зеландии. Новой Зеландии пока отстает от австралийца, но я думаю, что наверстает по коррекции и как раз слабость рынка труда может спровоцировать тоже потери примерно в районе 50-100 пунктов уже на завтрашней азиатской сессии. Будьте готовы, будьте бдительны и внимательны. Друзья, как и всегда, если есть вопросы, не стесняйтесь, обязательно задавайте на нашем канале на YouTube. с огромным удовольствием отвечу. Ну и не забывайте ставить лайки. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok